Алоха, с вами Свордфлейм, и мы продолжаем проходить Клуб Красных Струн. Общественное психическое благополучие – это что-то вроде цифровой пилюли счастья. А с помощью алгоритма зеркальных нейронов, ее можно будет распространить даже на тех, кто не пользуется имплантами? Что это за магия? Без понятия, кто на вам занимается этим? Мы уже порядком задолбались. Во внутреннюю сеть Суперконтинент невозможно пробраться снаружи, а в их башню просто так не попасть. Это я тебе отвечаю. Ты оставила нам на прощание отличный подарок, Ариадна. Ей точно понравилось бы все это. Она всегда любила Заварухи, настоящая бунтарка. Эх. Поведем последние ритуалы? Ребята, вы точно хотите, чтобы я при этом присутствовал? Я даже не принадлежу Проксиме. По какой-то причине, Ариадна выбрала тебя в качестве одного из ее преемников. Так что... Просто прими ее, Брэндайс. Она будет жить в нас. Хорошо. Я первая. Ариадна, я возьму твою эмпатию. Это позволит мне лучше интерпретировать, что творится в душах наших врагов. Позволит лучше понимать, какие страсти движут нашими союзниками. Ариадна, я возьму твою смекалку. С ее помощью я смогу перехитрить наших противников. Она поможет мне выжить на задании. Ариадна, так у нас есть выбор. Я возьму твою эрудицию. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь. Лол, не мог сказать что-нибудь более поэтичное? Чтобы выглядеть так же ванильно, как вы двое? Нет уж. Ха-ха-ха. Ладно, отпустим ее в океан теперь. До свидания, воин. А что, две части забрать, интересно, нельзя сразу было? Зачем одну выкидывать? Ну, наверное, нельзя было. Или может у них так принято только одну часть забирать от умершего? Донован. Привет, Брэндайс. Как у тебя дела? Да, я собираюсь открыться. Ха-ха-ха, точно. Акара отлично справляется. Тебе нужно это видеть. Она придумала мини-игру, чтобы мы играли в перерывах между посетителями. Да брось. Да брось, кончай ревновать. Когда вернешься, сможешь поиграть с нами. Ты нашел что-нибудь полезное? Вау, ты работаешь очень быстро. И когда случится этот провал в безопасности? Завтра? Я только начал собирать информацию. Мне нужно больше времени. Ты уверен, что другой возможности не представится. Вот дерьмо. Сделай нам одолжение тогда. Поищи руководителя АЗН. Я все еще ничего не знаю про алгоритмы зеркальных нейронов. Нет, я знаю, что Диана Мэйс не в курсе АЗН. Она занималась разработкой дряни под названием общественное психическое благополучие. Я не уверен на 100%, но чутье мне подсказывает, что тебе надо найти доктора Эдгара Колдстрима. Он руководитель проекта Акара. Не думаю, что у Суперконтинент вагон гениальных ученых. Чтобы реализовать что-то грандиозное, типа алгоритма зеркальных нейронов, что бы это ни было. Я думаю, его точно должны были привлечь. Донован, кто-то подходит к бару. Мне надо идти, береги тебя. Пока. Что за тревога? Кто это? Какой-то металлист. Клевая кожанка. Похоже, маска на лице или у него лицо какое-то в татухах. Лицо в виде черепа. Ну, в принципе, косуха это круто, но в косуке нет ничего необычного. Косуха спокойно можно купить. То есть это не считается чем-то. О! Супер редкой вещью. Гост. Если по-английски бы это писалось, вероятно, ликуха у него призрак, потому что Гост это призрак, привидение. Как переводится? Я слышал, ты готовишь напитки, основываясь на эмоциях. Это правда? А еще я слышал, что ты промышляешь информацией. А ты хорошо осведомлен. Я тоже дилер в каком-то смысле. Я могу достать тебе все, что хочешь. С одним только условием. Никакого оружия. Никаких людей. А еще меня мучает адская жажда. Так что я подумал, мы могли бы запартнериться. Я и ты, Донова. Что скажешь? Ммм, я вполне уверен, что могу удовлетворить эту твою жажду. Раз ты допускаешь оплату информацией, я мог бы воспользоваться услугами необычного поставщика. Конечно, не парься насчет деталей. Ценность денег завышена в этом городе. Давай сначала разберемся с моей жаждой, если не возражаешь. Уже занимаюсь. Прекаянность. Ммм, похоже он на косуху нацепил себе шипы здесь по бокам. У косух обычно идут вагоны, которые там на заклепке ее можно открепить. И в этот погон продырявить и вставить себе шипы. В принципе, в рокерских магазинах обычно такие шипы продаются. Они не острые. Но все же ими можно что-нибудь проколоть. Что-нибудь тоненькое, например, человеческий глаз. Почему нет? О, смотрите. Такая таблеточка. А-а-а. Таблеточка это... Стирание кратковременной памяти. То, что мы выиграли у Акара. Ага. Итак, в непрекаянность идем. Больше у нас нет выбора. Дальем напиток. Мне нравится тоже здесь система налития напитков. Хмм. Кажется, наши обычные инструменты тут не подойдут. Нам понадобится вот эта штука. Это шейкер. В нем мы можем комбинировать алкоголь, чтобы получить мощную смесь. Полученный коктейль будет обладать всеми эффектами его ингредиентов. Например, если бурбон сдвигает диск души наверх, а текила направо. Полученная смесь будет двигать диск души по диагонали вправо-вверх. Так ты сможешь достичь тех же результатов, потратив в два раза меньше алкоголя. А в стакане останется место, чтобы разведать новые, ранее недоступные эмоции. Чтобы использовать шейкер, просто налей что-нибудь внутрь. Затем возьми и потряси вверх-вниз, пока цвета напитков не смешаются. Хмм. Эй. Ну да, было бы странно, если бы мы не смешивали напитки в шейкере. Для бармена это обычное дело. Хотя, надо же, только сейчас мне игра говорит, чтобы ты потратил поменьше алкоголя. Я уж думал, в этой игре все равно сколько алкоголя я лью сюда. Блин, а я уже поднял наверх, какой мне смысл в шейкер. Наливать. Наливать. А, ну попробуем. Влево и вниз, то есть по диагонали. Окей. Блин, а камера аж так трясется. Жесть. Какая непривычно. А нет, наверное, из шейкера нужно сюда налить. Ага. Хм. Вопрос только в том, сколько наливать в этот шейкер. Например, мне сейчас нужно же по диагонали... Получается, север, запад, а северо-запад. Сколько мне нужно налить напитка, чтобы у меня слишком далеко не ушло? Вот в чем вопрос. Сейчас попробуем. Правда, у меня уже в стаканчике нету места, куда я буду наливать. Нету места, придется... Так. Так. Заливаем шейкер наверх. Так мало льется. Налево. Мешаем. Я так понимаю, все равно сколько мешать? Или нет? Ну, вроде как, недолго. Кер, уже работает. Блин, я пролил? А! Профи. Так получилось. Ммм, как вкусно! Легенды не врут. Ты можешь синхронизировать эмоции посетителей со своими коктейлями. Как так? Я слеплен из другого теста, нежели вы, смертные. Расслабься. Я никому не выдам твой секрет. Ммм, ну ладно. Лишь бы тебе нравился напиток, тогда я буду рад. Что ж, радуйся. Потому что я сто лет уже не пил ничего вкуснее. Здорово. Чем я могу тебе помочь? У тебя уже были какие-то мысли насчет нашего партнерства? Сейчас, скажем так, я заинтересован в поддержке твоей компании против Суперконтинент. Так что дай знать, если я могу найти для тебя то, что тебе нужно. Ммм, ты говоришь, что можешь достать все, что угодно? Да, кроме людей и оружия. А спиртное можешь достать? Ха, никто еще не посылал меня за выпивкой, но да, могу. Это не совсем обычный алкоголь. Красный секрет и синий шепот. У моего учителя, прежнего владельца бара от клуб Красных Струн, была пара бутылок. Но с тех пор, как они закончились, я не смог ни одной достать. С ними я мог бы творить чудеса. Звучит интересно. Считай, что они уже у тебя. Загляну, когда достану. Спасибо за напиток. Увидимся, Донован. Вот это было внезапно. Что, викторина? Нет. Нет. Я... Я не могу. У меня не получилось просканировать субъект. Кто он? Оу. А тебе, оказывается, не все под силу. Прости. Не извиняйся. Мне даже проще, если честно. Почему? Я считаю недостатки прямой дорогой к эмпатии. Конечно, сила вызывает восхищение. Но случайная слабость рождается чувстве и сопереживание. Все знаек никто не любит. Понятно. Я постараюсь ошибаться почаще, чтобы порадовать себя. Нет, я не это имел ввиду. Просто будь собой. Ты уже мне нравишься, хорошо? Быть собой? Не зацикливайся на этом. Ты не можешь быть кем-то еще. Ладно. И все же мне любопытно. Кто он? Ммм. Я первый раз встретился с ним лично. Но я раньше слышал о нем. Никто из моих знакомых не обращался к нему напрямую. Но о нем ходят легенды. Странный контрабандист. Странный контрабандист. Который меньше чем за сутки может достать тебе все, что угодно. Его зовут Гост. Он никогда не просит денег. Но клиенты всегда платят ему. Ты не боишься? Не могу сказать, что нет. К тому же, твои эмпатические механизмы уже все рассказали тебе. С другой стороны, Гост не единственный сверхъестественный делец в округе. Я обнаружила, что к бару приближается посетитель. Что у нас есть на него? Лариса Роби Ларт. 29 лет. Директор по маркетингу... Ах! Заговариваюсь. Директор по маркетингу. Суперконтинент. О, класс! Похоже, мы сорвали джекпот. Ты ее знаешь? Она одна из самых диких ночных тусовщиц, что я когда-либо встречал. Если ты заглянешь в любой клуб в этом городе, обязательно встретишь ее. Аааа! О, она огромная! В нее трясется грудь! Ахэй! Здесь есть физика груди! Оу-е! Сразу 10 из 10 игре! Хе-хе-хе-хе! Добро пожаловать в бар The Red Strings Club! Люблю тебя! А я тебя, Лариса! Я скучал по тебе! Прошло уже 5 дней с твоего последнего визита! Как мило! Ты действительно считал дни? Как и любой бармен в этом городе! Прости! Я не могла прийти раньше! Донни! На работе выдалась бешеная неделя! Я не ходила по барам уже 3 дня! Я слышала! Уже много моих коллег посетили The Red Strings Club за последнее время! Так нечестно! Я пришла сюда сразу, как только довела работу в офисе до конца! Ха-ха! Если мой един... Если моей единственной клиентурой будет корпоративное отрядье, мне придется изменить формат заведения! Пожалуйста! Не надо! Это одно из немногих оставшихся настоящих мест в городе, где можно выпить! Хотя, если вдруг надумаешь о ребрендинг, у тебя есть моя визитка? Ты никогда не упустишь возможности! Я просто люблю свою работу! У тебя что-нибудь осталось из моего? У меня полно твоего! Отличный у них диалог! Из моего? Да, у меня полно твоего! Сигаретки? Сомневаюсь, что это сигаретки! Я чувствую, ты чем-то обеспокоен! Мы давние друзья, Донни! Ты можешь без прелюдий сказать мне, что я могу для тебя сделать! От тебя ничего не утаить! Однако, дело довольно деликатное! Связано с твоими недавними проектами! Ясно! Теперь понятно, зачем Диана и Наима приходили сюда вчера! Однажды, я заставлю тебя объяснить мне, как ты умудряешься использовать свое влияние, не отходя от барной стойки! Я тебе уже сто раз говорил, этот бар заколдован, и я узник красных нитей! Уже второй раз нам говорят, что нити, нити! Но, в принципе, я даже специально проверил перевод strings в переводе, как струны! Но иногда может и как нити переводиться! Но все равно, мне привычнее читать струны, я уже так читаю, я думаю, ничего страшного в этом нет! Пусть будут нити, я буду говорить струны, но когда от себя, а когда в тексте, я буду говорить нити! Думаю, нормально! Но в обмен на это, бар каким-то образом вращает колесо судьбы так, чтобы удовлетворять мои желания! Ты когда-нибудь перестанешь дипломировать эту мистическую ахинею, а? Хотя должна признать, придумать свою собственную городскую легенду это отличный маркетинговый ход! Смейся сколько хочешь, согласись, что мои коктейли все же творят магию! Бесспорно! Ты вызываешь во мне такие чувства, какие не может пробудить ни один другой мужчина! Но я спешу это на твое обаяние! Ты в настроении поделиться со мной некоторыми сведениями? О да! Я абсолютно в настроении! Однако ты прав, что это довольно деликатное дело! Так почему бы нам не придать немного остроты? Мне нравится смотреть, как ты творишь магию на работе! Но все сводится к тому, что я возбуждаюсь и выкладываю тебе все, что ты хочешь знать! Ха-ха! Прости! У меня есть предложение! Ты спрашиваешь меня все, что хочешь! Но перед каждым вопросом ты наливаешь меня! Ииии... ты не повторяешь коктейли! Хорошо? Класс! Звучит весело! Прекрасно! Теперь начнем! Я слишком долго был отрезвый! Налей мне! Так, безумие! Эйфория! Почему там, где безумие, самолетик? Серьезно? Я никогда не видел обозначения, чтобы безумие обозначалось самолетиком! Хотя, с другой стороны, если вы безумная, то вы вполне можете обозначить безумие самолетиком! Вы же безумная! Ааа! И у вас! У вас не работают правила логики! Похоть цветочек! Уныние! Палец вниз! Ладно, уныние, палец вниз, я еще соглашусь! Похоть видеть цветка! Ммм... Спорно! Но ладно! В принципе, у нас же всякие цветы что-нибудь обозначают и их цвета! Эйфория колокольчиком? Не знаю, не знаю, это тоже спорно! Давайте переведем к безумия! Так, нам нужно наверх и влево! Так, теперь смешиваем! Все! Преобразовалось в однородную массу и кажется, тогда уже все перемешивать не надо! Поготово! Так, лед! Немножко! Такой занимательный напиток! Навел меня на мысли о том, как мы ассоциируем себя с вещами и словами! Но они не совсем мы! Они не определяют нас! Более того, точно так же мы это не наше платье, ноги или пупки! Мы являемся не какой-то одной из этих деталей, а их комбинацией! Ээээ... Подожди! Сейчас будет вынос мозга! Точно так же мои туфли не являются мною! Другие люди не являются мною! Я хочу сказать, ты, Донни, определенно не являешься мною, так? Ого! Итак, если туфли, платья, чулки, помада не являются мною, но некоторым образом вместе они являются... можно сказать, что в какой-то степени ты тоже являешься мною, разве нет? С этим состоянием сложно справиться. Но, может, подходящими вопросами я смогу выудить полезную информацию из этого философского бреда? Куда мне направить это безумие? Как ты собираешься убедиться людей скавать ОПБ и когда? Ты видела нового генерального директора Суперконтинент? Какие маркетинговые идеи насчет андроидов Акара? Ты в курсе ситуации с Шоаной Септис? Хм... Я думаю, я выберу первое наверняка. Как ты собираешься убедить людей схавать ОПБ и когда? Это ОПБ собирается схавать людей. Мы всего лишь в сети электрических импульсов, переносимые мешками из мяса. ОПБ перепишет первую главу каждого мифа. Истинный зверь среди самых продаваемых бестселлеров. Когда боги посмотрели вниз на то, что они сделали, все воскликнули в унисон. Джен... Сис... Кей... Снесси... Джинни... Черт... Как же это было? Жжей... Дженесайка... Дженеси... Дженеспит... Дженесид... Генетика... Дженесис... Может быть Дженесис... Нет! Ты отравил мою речь! А-а-а! Зачем ты это сделал, Доналан? Я хочу обратно в свою речь! Так, это выходит из-под контроля. Следующий напиток. Так, я оплошал! И ничего не выузил из нее первым напитком. Так, ладно. Конечно, я могу использовать нашу логическую таблетку, возможно, но... я пока не хочу пользоваться этой штучкой. Так, возьмем похось. огня. Слишком далеко Солись Еще чуточку Отлично Хорошо, что так можно Ты действительно сделал это, похотливый ты сукин сын Что я сделал? Не прикидывайся, а то хуже будет Ну вот, я вся намокла Так что, или задавай вопрос Или трахни меня уже Ха-ха-ха-ха-ха Приступим? Так, у нее сейчас похоть Какие маркетинговые идеи Насчет андроидов Акара? А, так ты знаешь о них? Я еще не видела их вживую Только несколько прототипов Вот мне интересно Если она видела хотя бы прототипы Неужели прототипы не похожи на Акару Которая у нас находится здесь Которую мы починили? Я так понял, прототипы же... Конечно, я понимаю, что прототип может выглядеть совсем по-другому Не как финальная версия, но блин У нее даже подозрений никаких не возникает И у других работников в компании Этой Это странно слегка Ну ладно Они классные С девчащими телами Очень похожи на твоего стажера О! Во-во-во, смотри-си-ка Говори, что похожи, ладно Прошу прощения Но я не робот Это именно то, что сказал бы робот Если бы они могли лгать Ха-ха-ха Ха-ха Ха-ха-ха Кто бы говорил про я? Мастерица сомнительных комплиментов Я не очень хорошо знакома с планами по Аккаре Я была слишком занята ОПБ Но я слышала, что они планируют сделать их доступными для найма в некоторые отрасли Что, серьезно? Ага Например, отправлять их работать на оздоровительные курорты Заботиться о клиентах Или Только не пугайся Элитными барменами Складывает Да И кто-то нащупал интересную вещь А раз они специализируются на консультировании Их можно нанимать на работу в качестве менеджеров По подбору персонала Эй Должен сказать Эта идея выглядит не совсем уж плохой Да В кое-то веке ты соглашаешься с одним из планов Суперконтинент Да Это правда круто Что? Следующий напиток? Да Только постой Хотела еще кое-что тебе сказать Это что-то новенькое? Кто-то просит информационного брокера позволить рассказать больше? Я всего лишь пытаюсь помочь тебе Обаятельный ты сукин сын Ха-ха Ладно Что такое? Ты знаешь доктора Эдгара Колдстрима? Да Я слышал о нем Ты его знаешь? Ага Он отличный парень Как раз создатель Акары Я думаю Вам двоим стоит познакомиться Я уже хочу с ним познакомиться Я попрошу его зайти Ему понравится этот клуб Приятно знать Здорово Налей мне другой напиток Пока я не начала раскрывать секреты бесплатно Конечно Ты этого заслужила Так Теперь у меня эйфория и уныние Они абсолютно разные Хм Давайте попробуем уныние Значит нам нужно По диагонали вниз Да если честно Я не вижу Какой смысл экономить напитки Мы же их никак не закупаем Здесь нет какого-то менеджмента По напиткам Конечно прикольно Что добавили шейкер Но я не вижу в нем Большого смысла Кроме как Добавление небольшой механики В эту мини-игру Новый Вот и все Почему ты не можешь Придерживаться только прекрасных чувств Донни Грусть не так уж плоха Лариса Мне нравится меланхолия Которую ты прячешь За блестящей маской Это восхитительно Как будто увидеть тебя на Гишон Ты знаешь Что ты единственный человек Который видел меня плачущей С моих подростковых лет И я чувствую себя счастливым Что ты позволила мне Стать свидетелем Такого нежного момента Ой Хватит болтать Спрашивай уже что-нибудь Я хочу поскорее Смыть это чувство Другим напитком Ты в курсе ситуации С Джоанной Септис Хм Да Бедная Джоанна Думаю Ты радуешься тому Что она тронулась Да Не буду лгать Она мой враг Джоанна сейчас играет Одну из главных ролей То Что исполнительный директор Поехала рассудком Для нас хорошая новость Я ценю твою истинность Но мне Джоанна не враг Она классная девушка Так что у меня сейчас нет повода Веселиться вместе с тобой Прости Давай сменим тему Хорошо? Ладно Возможно мне надо было Подойти по другому И Не говорить что она Наш враг Раз я склонил на уныние Нашу посетительницу А этим ответом Я очень резко Мне кажется Перебил Ее и она не захотела Мне отвечать Я думаю при другом варианте Наверняка я бы выудил Больше информации Но было интересно Посмотреть Что будет И последнее Что у нас там Эйфория И так Наверх И направо Перемешиваем Много получилось Отцепить немножечко Ап Чутка Так и теперь Чутка подались Так Почти идеально Как же черт возьми Охренительно Тебе нравится? Это лучший Мать его Коктейль В моей жизни А Я люблю тебя Донни Просто обожаю Я тоже люблю тебя Моя богиня Веселье Окей Валяй Пока это прекрасное Чувство Не погасло Ты видела Нового Генерального Директора Суперконтинент Ясное дело Да Подожди Что значит Нового? Я не знаю Это у тебя Надо спросить Нет Нет Ты только что Ткнул пальцем В небо И все же Почему ты Спрашиваешь Меня об этом? У меня есть На то Причина Я даже Не сомневаюсь В этом Ковбой Но у меня Есть свои Причины Чтобы Бежать Свой Сексуальный Ротик На замке Почему? Неоправданный Лис Прости Сладкий А разве Ты не Все время Утверждаешь Что молчание Говорит Само за себя По делам Мне за попытку Играть в обход Директор Умер Да Здравствует Директор Подожди Джек Гейнер Действительно Мертв Кто знает Мне нужен Новый коктейль Иначе Я начну Плясать На этом стуле Окей Окей С тобой Действительно Трудно Собладать Ты это Знаешь? Я горжусь Этим Ладно Следующий Напиток Стоп Пожалуй С меня Хватит Алкоголя Мне пора Идти На отвязную Вечеринку В центре Города Почему бы Тебе не Закрыться На сегодня И не Присоединиться Ко мне Будет Клево Ха-ха Спасибо Но ты же Знаешь Я не могу Покинуть Бар Все время Левые Отмазки Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Мои показатели на нее просто зашкаливали. Хочешь сыграть в викторину по Ларисте? Будет трудно, но не сомневайся, я готов. Хорошо, первый вопрос. Да, она хочет меня. Это не было... Моим первым вопросом. А, Донован шутник. Прости, я пошутил. Первый вопрос. Какая главная страсть Ларисы? Маркетинг, секс, вечеринки. Вечеринки, вероятно. Лариса носит импланты? Я у нее не видел, наверное, нет. Ларисе нравится Джоанна Септис? Наверное, да. Лариса согласна с проектом Общественное психическое благополучие. Ей вообще насрать? Кому Лариса расположена? Расположена больше всего. Суперконтинент? К Проксиме? К самой себе? Ко мне? Наверное... Наверное, к себе? Ну, а все же я... Или ко мне? А все же я отвечу ко мне. Я думаю, или к себе, или ко мне. Я, конечно, думаю, что, наверное, больше к себе. Но она вроде как и к нам расположена. Имеется в виду Донова. Поскольку, похоже, мы давно с ней знакомы, с подросткового возраста или раньше. Поэтому ответим, как ко мне. Из всех ее эмоций, какое состояние преобладает у Ларисы? Похоть, эйфория, уныние, безумие. Преобладает. Донован сказал, что она скрывает... Меланхолика за всей маской этой. А если она меланхолик, то... То у нее будет уныние. Но если это действительно... Так. Если это на протяжении вообще всей ее жизни. А не на протяжении... Вот сейчас разговора с ней. Но все же... Попробуем уныние. Какой алкоголь предпочитает Лариса? Вроде как... А, я не знаю какой. Бурбон попробую. Можно ли назвать Ларису страстным человеком? Да. Будет ли она расстроена, если ты сможешь остановить ОПБ и почему? Да, потому что она так усердно трудилась над успехом ОПБ. Да, но только потому, что ее рекламная кампания будет сорвана? Нет. Потому что она на нашей стороне? Нет. Потому что ей на самом деле плевать на ОПБ. Я думаю последнее. Маркетинг является сам по себе злом? Что за хрень? В чем дело? Я кажусь тебе похожим на студента на уроке по этике маркетинга? Ты сдаешься на этом вопросе? Нет, нет. Я выскажу тебе свое мнение, как обычно. Ладно. Маркетинг является сам по себе злом. Да, он покушается на личную независимость и наше право на самоопределение. В нем нет ничего плохого. Мы сами отвечаем за критическое мышление. По-разному. Маркетинговые ходы могут быть этичными. Веча третья. Если ты донес как следует, что представляет твой продукт, без преувеличений и обещаний всеобщего счастья, то я не вижу в этом ничего плохого. Судя по тому, что мне пока что удалось просканировать, такой свободный от преувеличений маркетинг, о котором ты говоришь, мягко говоря, анекдотичен. И весьма неэффективен, насколько я вижу. Вдобавок, узнаваемость конечна. Так что неизбежно маркетинг нацелен на подавление конкуренции и не только. Мощный маркетинг сводится к сокращению других медиа и продуктов в целом. Это не вписывается в мое определение этического. То есть ты считаешь, что хороший маркетинг априори не имеет ничего общего с этичностью? Пока я не соберу больше данных по этому вопросу, таково мое заключение. Ясно? Мне любопытно. Все то время, что ты здесь стоишь, ты размышляешь о мире? Разве не этим занимаются все люди? Да, но ты делаешь это, владея супермозгом и неограниченным доступом в интернет. Это все немного жутко. Что если в какой-то момент ты придешь к выводу, что все человечество является источником всех проблем на планете? И внезапно решишь уничтожить меня? Да, у меня был доступ к массе литературы и фильмов на эту тему. Но тебе не стоит волноваться. Я люблю тебя. Вау, не ожидал когда-нибудь услышать это от тебя. В чем проблема? Ни в чем. Я? Ты тоже мне нравишься. Хм, что насчет результатов викторины? Ты ответил правильно на 5 вопросов из 10. Мне жаль, ты проиграл. Вот черт, я так надеялся, что знаю Ларису достаточно хорошо для этого теста. Что я упустил? Ни что, а кого. Не понимаю. Я нашла вольно наемного выпытывателя по имени Ирвинг. И мне показалось, встреча с человеком вроде него могла бы стать отличной наградой для тебя. Ух ты, это было бы так круто, но... Я думал, тебя спроектировали соблюдать законы. Недавний опыт заставил меня озадачиться вопросом о смысле правил. И на данный момент мною было принято решение быть на твоей стороне, поскольку я в долгу перед тобой. Никогда не ожидал, что ты можешь испытывать что-то вроде благодарности. Как бы то ни было, мне теперь до смерти хочется познакомиться с этим парнем. Так что насчет Викторины. Можно заново. Мне жаль, но нет. Пожалуйста. Нет. Но я думал, ты любишь меня. Это не имеет отношения. Есть хоть какая-то возможность эмоционально пошантажировать тебя, а? Ой, гост идет. Как ему удается скрываться от твоей системы наблюдения до самого порога? Я? Я достал, что тебе нужно. Тебе удалось достать красный секрет и синий шепот меньше, чем за час? Я годами пытаюсь найти их. Относись ко мне как к исполнителю желаний, а не к контрабандисту. Да кто же ты? Как ты это делаешь? Ты вообще настоящий? Как ты это делаешь? Стремление есть мощнейшая форма призыва. Такой решительный характер, как у тебя, действительно облегчает мою работу. Окей. Ха-ха-ха. Скажи, хочешь опробовать на мне свои новые ингредиенты? Конечно, давай приготовлю тебе выпить. Так, Нумен, слушай сюда. У меня снова в наличии два моих любимых ингредиента. Красный секрет и синий шепот. Эти два алкоголя позволят нам настроить новые ощущения. Видишь маленькие треугольники на узлах души? Да, вижу. Что ж, они здесь не просто так. Эти красные и синие напитки меняют направление стрелки на диске души. Поэтому теперь, помимо положения диска, тебе нужно будет учитывать еще и это. К счастью, с помощью шейкера мы сможем добиться нескольких эффектов в одном стакане. Погнали, Нумен. Ммм, еще добавление. Механики наличия напитков. Так, мне надо немножечко вниз. Немножко вниз. Немножко налево. И стрелочка тоже немножко налево. Так, сюда будем наливать, так лучше вид. Так, теперь направо еще надо. Да, у него все же это маска. Мы сейчас видели анимацию, как он поднял, чтобы выпить. Чувак, вот это первоклассный коктейльчик. Соединяющиеся с душой коктейли произведут фурор среди моих дружков. Тебе как-нибудь стоит сходить в подполье на грандиозную пещеринку. Ха-ха-ха, спасибо. Боюсь, я не смогу покинуть клуб красных струн. Не парься, рано или поздно все умирают. Доново. Что? К бару приближается посетитель. Полагаю, кто-то интересненький. Доктор Эдгар Колстрим, 37 лет. Макро-психолог. По совместительству мой отец. Что? Не ожидал такой скорой встречи с ним. Но у нас осталось не так много времени, так что будем импровизировать. Ха-ха-ха, я смотрю, ты загнал себя в хорошую задницу. Я, пожалуй, исчезну. Удачи! Воу, доктор, серьезно? Необычный у него прикид для доктора. Добро пожаловать в бар-клуб красных струн. Здесь у нас знаменитый кабак The Red Strings, а? Меня зовут Эдгар. А ты должно быть Донован. Верно. Ты наслышан обо мне? Чувак, ты спрашиваешь... Ты спрашиваешь, слышал ли я о тебе? Сначала Наима, потом этот хакер по имени Брэндайс и... Всего пару минут назад, Лариса. Я уже затрахался слушать про тебя и твой бар. В чем дело? Зачем я тебе нужен? Ой, прости. Я не знал, как связаться с тобой, поэтому попробовал все каналы. Поехали. Тебе интересно то, чем я занимаюсь? Я жаждал поговорить об этом с кем-нибудь. Так что, может быть, оно и к лучшему. Итак, обо всем по порядку. Это... Не андроида ли Акару ты используешь в качестве приветственного механизма? Эээ, я... Я не знал, что они уже представили их публике. Ммм, не совсем. Но ты можешь считать это закрытым бета-тестом. Ништяк. Не возражаешь, если мы подключим ее к разговору? Хмм, не знаю, будет ли это хорошей идеей. Да, отец. Я запрограммировал их всех обращаться ко мне как к отцу, ха-ха. Считаю это своего рода компенсацией за потерянный семенительный агрегат. Хмм, еще бы. Ты заимел кучу замечательных детишек. Поздравляю. Спасибо, друг. Как Акара ведет себя? Тебя радует ее работа? Акара выше всяческих похвал и моих ожиданий. И плохо. Хотя не сравнится с живым товарищем. Ну, ее предприимчивость вызывает беспокойство. Или мне вообще не нравится эта тупая железяка, если честно. Я отвечу первое. Акара выше всяческих похвал и моих ожиданий. У нее невероятная нечеловеческая эмпатия. Эмпатия это чувство сопереживания. Если мало ли, то не знал. Прошло всего ничего. А она уже адаптировалась к моему стилю работы. Она мне очень помогает и поддерживает. Ты можешь гордиться Акарой. Спасибо. Мне приятно слышать это. Спасибо. Вау, приятно слышать. Похвалить Акару, порадовать Акару. Я боялся, что их обучение в клинике Суперконтинент могло навредить их природе. Обучение в смысле дрессировки? Нет, в смысле обучения их корпоративной философии. Это все задумка нашего нового генерального директора. Довольно иронично, если вспомнить, как проходил процесс ее обучения. А расскажешь мне подробнее о новом генеральном директоре? Ммм, это довольно щекотливое дело. Я бы лучше поговорил о своей работе. Давай, и в чем же состоит твоя работа? Алгоритм зеркальных нейронов, детка. Я провел годы в лаборатории, придавая ему форму, и теперь я жду не дождусь, когда люди смогут узнать о его возможностях. Звучит интригующе? Не сомневайся. Хотя должен признаться, я немного разочарован тем, что ты до сих пор не предложил мне выпить. Ах да, вот я болван. Сейчас я что-нибудь намешаю. Хотя постой. Из текилы, пожалуйста. Мое тело ее не очень хорошо переносит. Ммм, это немного усложняет задачу, но я тебя понял. Ну а, у меня первая задача выполнена, похоже, остальные. Так что у меня по напиткам. Интересно, это идет описание бурбон, водка слева направо или как? Абсент, пиво. А! У меня три бутылочки здесь осталось. Значит, у меня уже нету здесь пиво. Итак, тщеславие или лжилось? Ммм. Пожалуй, тщеславие. Так, наверх немножко. Хмм, я мог в шейкер залезть. Ладно, я уже так решил. Буду тогда так заливать. Хотя мне, наверное, не хватит сейчас места. Тогда в этом и есть смысл шейкера. Если у меня в стаканчике места не хватит, все в шейкер залез. Так. Так. Лево. Лево. И стрелочку тоже налево. Синий шепот. А, шейкер надо, не забыть. А то ничего не получится. Да, все-таки шейкер для смешивания. А в чем стрелочка не повернулась. А в чем стрелочка не повернулась? Так, ладно, косяк. иди сюда. Все-таки да. Давай заливайся Блин Ааа Что она все Идет не как надо О, ничего себе У меня лед в шейкер попал А можно туда еще один закинуть сразу Да Ну отлично А, бесполезно туда Проще лучше В стаканчик сразу Вот так Аааа Сюда вниз похоже Уже не то залил Лишнего залил Так, начнем сначала Чуть-чуть наверх Так, чуть-чуть налево И стрелочка тоже налево Деньки Уже не то В том числе Налеко ушло Так, вот так Еще чуть-чуть налево Так, что не наливается? Еее, получилось, тщеславие Не может быть Как простой смертный сумел создать нечто бесподобное Похоже, я нашел своего двойника в барменском искусстве В смысле, я, вероятно, величайший из ныне живущих ученых Вероятно, даже за всю историю Но ты, мой друг Ты лучший бармен из всех Которым вселенная давала жизнь Прими мои самые искренние поздравления Талантливый ты сукин сын Мы должны сделать совместное фото Оно войдет в аналы Вот это да, чувак Ха-ха-ха Я рад, что тебе понравилось Итак, вернемся Вернемся Чем может помочь тебе мой исключительный интеллект? Я жажду узнать больше об АЗН Что думаешь по поводу нового руководства Суперконтинент? Какие будут еще применения Акары, кроме гончарного дела? Я жажду узнать больше об АЗН Даже не сомневаюсь Ты готов? О да, я в предвкушении Для начала Наш помощник поделится базовыми сведениями Алгоритм зеркальных нейронов Первая программа Которая сможет жить и воспроизводиться в живых существах Используя носителей имплантов в качестве передатчиков АЗН может диктовать условия подсознанию Свободных от имплантов субъектов Это происходит через микроэкспрессию И еле заметный язык жестов При длительном воздействии Свободный от имплантов субъект Адаптируется к этому стилю И сам станет носителем программы Боже мой, это же ужасно Почему ты не сказала Что ты уже давно в курсе всего этого, Акара? Так, я выполнил еще одну задачу Узнал, что такое АЗН Не вини ее Эти малышки обеспечены довольно строгими протоколами секретности Только несколько сотрудников Суперконтинент могут их переписать Ну, что думаешь? Тебе не кажется, это зверски чудовищным? Ммм, прости за наглость, но... Тебе не кажется, это зверски чудовищным? Что? Напротив? Это же по сути спасение человечества Эдгар, давай будем честными Ты выпускаешь устройство контроля над разумом Твое мнение о том, что ты якобы знаешь Как будет лучше человечеству Только усугубляет бредовость ситуации Тебе не хватает только начать маниакально смеяться в своей лаборатории Да ладно, только не говори мне, что ты уже так делал Чувак, я просто люблю свою работу Надеюсь, ты предусмотрел механизм саморазрушения Ха-ха-ха Где Суперконтинент нашел тебя? В комиксах? Не говори мне, что это большая красная кнопка Эй, я не настолько глуп Я закодировал его в городскую сеть Суперконтинент Так, мы получили новый факт И узнали о механизме В каком механизме мы узнали? Саморазрушение Эдгара Я советую тебе замолчать Эй, на чьей ты стороне, Акара? На твоей, Донован Но я чувствую себя признательной своему отцу Я охарактеризую это как жалость Самое время проявить человечность Как бы то ни было, мне уже стало стыдно эксплуатировать Эдгара Я не сомневаюсь, что вы с Брэндайсом сможете справиться с кодом Эй, вы двое в курсе, что я еще тут Что вы планируете транслировать? Общественное психическое благополучие И все? Приятель, это тебе не игрушки Его разрабатывали с благой целью Но, как и ядерная энергия Оно может обернуться катастрофой в неправильных руках И что же удерживает неправильные руки от получения АЗН? Во-первых, АЗН тщательно охраняется на серверах Суперконтинент Но даже если хакер доберется до него Если быть точными Ты не можешь закодировать АЗН на Джава Скрипт Закодить микроэкспрессии людям практически невозможно Чтобы обработать, скажем Хмурый взгляд, потребуется терабайты данных Как же ты тогда это сделал? Чтобы перевести логические паттерны в АЗН Требуется чрезвычайно мощный ИИ По сути, на сегодняшний день только Акаре это под силу А что если кто-нибудь сопрет Акару вместе с АЗН? Ну, в этом случае им все равно потребуется взломать всю сеть имплотов Чтобы запустить программу Это как взломать весь интернет, чувак Ладно, во-первых, тебе стоит поработать над тем Чтобы не выкладывать первому встречному бармену Пошаговую инструкцию, как заполучить АЗН Во-вторых, если я завладею АЗН и заставлю Акару служить мне Взламывать интернет не будет нужды Мне нужно будет лишь приставить пушку К нужному виску, чтобы транслировать это через сеть имплантов Суперконтинент Вот черт, ты прав В таком случае нашей защитной мерой будет Акара Ты же никогда не предашь нас, верно? Кого нас? Так, нам с тобой нужно будет пересмотреть некоторые протоколы Когда мы вернемся в лабораторию Вот так вот Как такое вообще возможно? Я примерно догоняю, как вы контролируете носители имплантов Но... Не думаю, что я могу повестись на эту ахинею с экспрессией Вот, и тут в игру вступает магия зеркальных нейронов Не хочу грузить тебя научными объяснениями Поэтому буду объяснять как для щенников Эти зеркальные нейроны срабатывают не только Когда животное совершает действия Но и когда оно наблюдает за действиями А человеческие зеркальные нейроны Вообще первоклассная херня Так что грубо говоря Ммм... Могу я порекомендовать тебе рассказать Доновану Об опытах с приматами? Точно! Отличная мысль, спасибо! Это будет отличной иллюстрацией Если ты будешь есть шоколадку перед обезьяной Она начнет пускать слюни Как раз благодаря этим зеркальным крошкам Если ты будешь делать это перед другим человеком Эффект тот же Но... Теперь фокус Если ты будешь притворяться Что ешь шоколадку Просто изображать Никаких шоколадок на самом деле Обезьяна не будет пускать слюни А человек по-прежнему будет Обезьяны устойчивы к постановкам Но наши зеркальные нейроны Возбуждаются даже в ответ На имитацию действия Так и с голодом Счастье, грусть, ярость и так далее Можно передать посредством Зеркальных нейронов Как ни крути Зеркальные нейроны Играют критическую роль в эмпатии Так что Одним словом Если ты не... Слаборазвитый примат Ты будешь подвержен АЗН Скажи круто Угу Что еще хочешь узнать? Окей Я достаточно услышал Мне жаль Что твои плохие эмоции Связаны с АЗН Я понимаю Как нехватка информации Заставляет вас всех попотеть Но я обещаю Я успокою тебя перед уходом Давай не будем портить настроение И сменим тему Какие будут еще применения Акары Кроме гончарного дела Гончарного дела? Это всего лишь ничтожная часть Потенциала Акары Акара может справиться С любой работой От клепания бургеров До управления логистикой Акара может быть Твоим чертовым стоматологом Ты можешь убить человека А Акара будет вести расследование Произведет вскрытие Отправить тебя за решетку А потом справиться В службу На похоронах жертвы Ладно, понял Акара может стать Любящей матерью Для десятка сирот Акара может Преподавать любой предмет В университете И черт возьми Акара может Вступить в президентскую гонку И выиграть ее Акара может стать Президентом Всего мира Ага Президентом мира Да ты спетел Вот увидишь Им всего лишь Нужно найти выход Ты помнишь Что я говорил тебе Об ЭЗН Вот почему Акара Идеально подходит Для его обработки И я с удовольствием Просветил бы тебя Об этом Как связаны Проекты Акара И АЗН Итак Момент истины Как связаны Проекты Акара И АЗН Так Во-первых Я хочу защитить Работу Моей коллеги Дианы Я чувствую Что ты настойчиво Расцениваешь ОПБ Как промывку Мозгов С меня хватит Она уже Объяснила мне Что это не промывка Мозгов А путь К лучшим нам Я все еще Не купился Тяжелая публика Да Что если Я скажу тебе Что благодаря Регулированию ОПБ С помощью ОЗН Ты не лишишься Грусти Или ярости Слушай Меня уже Заколебали Эти аббревиатуры Цель Этой сладкой Парочки Создание Восхитительного Практичного Мира Мы можем Настроить Программу Чтобы она Контролировала Только крайние Проявления Этих Состояний АЗН Сохранит Чувство Грусти Но не Депрессию АЗН Позволит Тебе Злиться Но не Даст Ярости Овладеть Тобой Он Позволит Тебе Жить В удовольствии Но не даст Скатиться В полный Гедонизм Как мне еще Объяснить вам Идиотам Чтобы вы поняли Изменение Чьего-то Поведения Это промывка Мозгов Не так категорично Почему Почему ты Так против Этого С чего Ты взял Что тебе Дозволено Играть В бога Ну Это Просто Потому Что Могу Почему Мы Все Не можем Стремиться Изменить Наше Общество К лучшему Ты Дергаешь За ниточки Из этого Прекрасного Бара А я всего лишь Гениальный Ученый Поддерживаемый Поддерживаемый Влиятельной Корпорацией Смирись С этим Серьезно Да чувак Просто Прими это Позвольте Людям Примывать В депрессии Просто Позвольте Людям Примывать В депрессии Я не говорю Что у тебя Не выдастся Плохая Неделя Ты можешь Быть Сколь угодно Брачным Но не Прежде Чем Ты Входешь В состояние Кринической Депрессии Азен Поднимет Твой Дух Он Не допустит Совершения Тобой Убийства Или Самоубийства Бесчисленное Множество Психотерапевтов По всему Миру Уже Ведут Борьбу С этим Что Плохого В том Чтобы Просто Изъять Это Из Общества Развитию Человечества Придет Конец Вот Здесь Ты Ошибаешься Сильнее Всего Азен Разработан Особенно Для Ускорения Прогресса Человечества Сокращение Цикла Счастья Депрессии Повысит Не только Твою Работоспособность Но и Способность К творчеству Состояние Ненависти Или Зависти Не изменит Твою Или Общественную Жизнь Разве Ты Никогда Не хотел Избавиться От Всего Того Дерьма Что Нарушает Твое Состояние Равновесия Прости Что Я Выгляжу Сейчас Как В рекламе По Телевизору Но Те Времена Уже В прошлом Можем Перейти К твоему Рассказу Про Акару Ты Гораздо Менее Сговорчивей Своих Коллег Так Что Давай Не будем Больше Тратить Ни Мое Ни Твое Время То Есть Мы Оба Не Собираемся Менять Свою Точку Зрения Но Несговорчивый Тут Я В любом Случае Приготовься К Хорошей Чести Мы Соглашаемся В том Что Передача Контроля На ДЗН Корпорации Или Отдельным Лицам Будет Неэтичной Так Да Тогда Нам Повезло У нас Есть Замечательный Заботливый И Который Был Спроектирован Для Человеческого Счастья О Нет О Да Ты Согласишься Со мной В этом Ты Уже Знаком С Акарой Кто И Обладает Достаточной Силой Мысли Чтобы Оценить Индивидуальность Человека В каждом Отдельном Случае То Только Они Акара Может Изучить Наши Привычки Хобби Желания Предрассудки И поддерживать Тебя В оптимальном Эмоциональном Диапазоне Я Еще Одну Задачу Выполнил Тебе Лучше Уйти Что Убирайся Из моего Бара Игра Окончена Так На этом На этом Моменте Я думаю Мы Закончим Это Видео Мы Провели Сразу Много Диалогов И с Гостом И с Этим Доктором И с Той Дамочкой Из Корпорации И Если Вам Понравилось Это Видео Поставьте Лайк Поделитесь С друзьями И знакомыми А с Вами Был С Ворд Флейм Всем Пока